НГП Радио и продюсерский центр «Новая романтика» представляют Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, дамы и господа, товарищи, друзья, рокеры, рокерши и прочие слушатели МГП Радио-станции «Партнера» фестиваля «Новая романтика» 8 сезона 2021-2022 годов Мы сейчас берем интервью перед первым туром фестиваля этого сезона И сейчас мы берем интервью у группы «Сиять», а точнее у директора группы Нины Шибаевой и главного музыканта Василия Трифонова Причем Василий находится бог знает где и разговаривает с нами посредством мобильного телефона Здравствуйте Здравствуйте, всем привет Привет, Василий Ну, в принципе, я нахожусь в интервью в Вологодской области, в подсередине Шиба, так что... Ну, все-таки не где-то там, не знаю, в Финляндии или там в Турции В Вологодской области нормальная, на территории Российской Федерации Спасибо, Василий, спасибо вам за то, что вы включились в наш сложный процесс А тут Нина вся пугается, говорит, я не могу без Василия ничего рассказывать Все нормально, все может, я помогу Нина, вам первый вопрос Почему так странно называли здесь «Сиять»? На самом деле, автором названия была не я, может быть, как раз Василий расскажет Василий, расскажите Я пришла в группу уже, когда она имела название, скажем так Ну, мы долго подбирали название для группы И как-то у нас были разные, скажем так, варианты для названия группы Ну, вот в один из моментов, когда мы ехали в метро, как-то сказали слово «Сиять» Вот, или «Сиять» или «Сиять» И вот решили так и оставить Вроде бы название понравилось Вот и прикольно Что-то глобовое, опять же, никак существительное Какого-то отличается от других названий Вроде глагол И, кстати, правильное написание его через букву «Ять» кириллицы Мы просто пишем одним словом русскими современными буквами, иначе оно не очень читаемо И не все, к сожалению, знают старый древний алфавит Читается именно как «Сиять» Си-Ять Буква «Ять» Здорово, мне очень нравится это название, оно какое-то такое сияющее, запоминающееся, очень интересное Спасибо, Василий, за это название, оно как бы такое расширило наши горизонты Теперь мы знаем, к чему мы стремимся К сияниям Вот Сияньте с нами, да, сияньте с нами Сияньте лучше нас, сияньте больше нас Понятно Это типа этого, да Значит, предварительно мы разговаривали с Ниной Потому что до Вас было не дозвониться, а Нина как директор берет на себя все функции, чисто организационно встречные Вот Всё верно Скажите, пожалуйста, а как Вы друг с другом познакомились-то? Наверное, лучше начать с других участников музыкантов группы Расскажешь? Я, конечно, расскажу У нас, в нашем коллективе, все друзья, все это было знают давно Вот С Волом познакомились Это басист Он был ещё бас-гитаристом в моём первом коллективе Такой коллектив был Добрый день Вот Ну, потом не сложилось, а в какой-то период, да То есть мы поменяли бас-гитариста И вот он Ну, другим, конечно, не переставали И вот В течение времени какого-то он приехал, перебрал на Петербург, чтобы играть как раз уже со мной в другой группе Захара Это мой сослуживец Мы с ним служили Один год я служил, полтора года служил, да Под Питером В посёлке Лебяжье Вот Там он родом из Олды Ну и также он решил перебраться с женой в Петербург, чтобы, как-то сказать, начать скорее с музыканта Хотя он уже много поиграл в таких коллективах, то есть достаточно известный Ну и человек решил как бы продолжить раздневную жизнь. Так что вот теперь мы вместе. А вот Анина сама может рассказать, это нам ввелась коллектив. Ввелась относительно случайно, через знакомых. На самом деле можно сказать, что музыкальная диаспора Вологодско-Череповецкая переехала в Питер постепенно. Вот Василий и Владимир, они в группе Добрый день, которая была обозначена, играли в самом Череповце лет еще 15 назад. Ну да, она была где-то с 2005 года, где-то примерно. А я, собственно, петербурженка. Ну и так получилось, что через общих знакомых, друзей познакомилась с ребятами, пришла на концерт, увидела... Поскольку я работаю в сфере интернет-маркетинга, меня, конечно, интересует в этом ключе. Посмотрела я, как оформила группу, увидела, что очень много ошибок. Стала ребятам давать рекомендации. Вижу, что у них не получается как-то это... Не хватает знаний, умений, образа мышления, что ли. Потому что ребята должны музыкой заниматься. Так пошло и поехало. Я вначале давала советы, потом мне предложили, говорит, давай ты, может быть, сама там уже поделай что-то. И потихоньку это переросло. Оказалось, что у меня, получается, еще какие-то управленческие, администраторские, другие функции, идеи тоже много. Именно в смысле вот в таком ключе организационном. Потому что есть идеи по тому, ребята пишут музыку, а у меня идеи, как это, может быть, оформить и передать это интересно с точки зрения зрителя. Как оформить альбом, например, и так далее. Но немаловажно, что мы с ребятами обсуждаем все до мелочей. Если это является идея, обязательно я вначале им доношу. Мы, чтобы все были за, кто-то приносит свои дополнительные предложения каким-то таким образом. То есть очень у нас все это дружественно. Ну да, я хочу добавить, что в принципе, вот в каком образце вставили, когда есть администрация, лица Нинасти, музыканты, лица меня, Захара и Вова. И тогда группа начинает действовать гораздо эффективнее, чем просто, если музыканты были. То есть, когда есть человек, который выполняет некоторые функции администрации, это очень-очень помогает коллективу. Тем более, этот человек очень хороший, приятный. Поэтому нам не очень повезло. И сейчас мы, скажем так, расцветаем как коллектив и пытаемся куда-то попасть в продвинутое. Вообще у нас очень много планов, идей всяких появилось. В связи с тем, что у нас готовы выделить силы для творчества. Спасибо, Василий. Давайте уточним. Значит, получилось, что в вашей группе, кроме Нины, петербурженки, еще есть три человека. Василий и Вова из Череповца. И Захар из Вологды. Да. Такой северо-западный состав. Очень интересно. Причем, двое из этого состава знакомы больше десяти лет. Отлично. Очень хорошо. Даже трое. Даже трое. Спасибо, Нина. Вопрос странный. Я предварительно послушал частично вашу программу. И вот вопрос такой. Как создавалась песня «Проститутка»? Вы можете объяснить, Василий? Да, конечно, конечно. Если вы слышали ее, там, в принципе, все понятно. Там нет каких-то метафоров, которые нельзя понять. Такая песня написана мной была, вот правда, я не вспомню, наверное, в 2010-й, когда я там работал в период еще на химическом предприятии Череповца, на азотно-духовом предприятии производства «Армега». И как-то, наблюдая все эти вещи, да, то есть, как обычно это «Проститутка» работает, в принципе, я в это полностью был погружен. Вот и сложилась такая песня. То есть я честенько писал песни как раз «Проститутка», как раз «Проститутка» на смене. Именно о том, что, несмотря на то, что сама проституция – это не, скажем так, неблагородное дело, но все мы отчасти являемся «Проститутками», торгуем, кто своим телом, да, своими навыками, своей головой и так далее. И различными частями делаем так, что платим здоровьем, обмениваем это все на деньги. То есть, в принципе, разницы, по сути, никакой. Все это всего лишь рамки. Ну и, конечно, сказаем о судьбе тяжелой, таких рабочих профессий, которые в наше время почему-то сейчас очень забывают. Так что, такая песня социальная. Спасибо, Василий. Интересно рассказали. То есть, «Проститутка» не только к женщинам, но и к мужчинам. По вашему… Да, «Проститутка» здесь относится именно к профессии больше, а не к принадлежности пола. Просто, само слово «проститутка», оно, как бы, придает наград, скажем так, сатиритический данной профессии. Вот я в Варачи, такая жесткая профессия, баба, тупость и тупая. Мне кажется, вот это противопоставление и придает мне определенный смысл. Спасибо. Вот Ваша группа «Сияй» существует полтора года. Где Вы успели уже выступить с этой группой? Могу ответить я. У меня несколько лучше парить. Фестивали, первые были фестивали – это «Гараж-фест». Потом был большой перерыв из-за того, что вообще никому нельзя было выступать. Как раз-таки группа стартанула перед стартом коронавирусной инфекции. Вот так вот. Далее были фестивали «Джем-фест», «Мотоджем». Мы, кстати, там заняли первые места везде. Ну и дальше фестивали вот этого организатора «Джем-фест» для своих лидеров, финалистов. Дальше помогают, в том числе, продвигаться. И нас пригласили на открытие мотосезона на Дворцовую площадь. И далее мы должны были в город Цартовал уехать, выступать на большом фестивале. Но, к сожалению, уже тогда все фестивали крупные стали отменять. Собственно, вы следующие. А, еще фестивали «Джем-фест». Первый оболочный тур пока что мы прошли. Дальше мы будем осенью выступать. Спасибо. А какие ближайшие планы? Ты ответишь. Давай. Давай, по-моему, иди. Давай, по-моему, иди. Ну, ближайшие планы какие? У нас сейчас идут записи. Ну, то есть мы записываем песни, альбомы, какой-то новый материал. Готовим акустический альбом, в котором хотим, скажем так, немножко переотмыслить. То есть песни-то будут те же, но мы хотим немножко переотмыслить именно в акустическом ключе, чтобы они чуть-чуть звучали по-другому. Ну, как вылезтики, это придает другой смысл. Мы уже готовимся к фестивалям. Каким? Курма-суал. А? Каким фестивалем? Новая романтика. Будучи фестивалем. Будучи фестивалем. Да, и вообще, как бы, планов много. Но в основном, это, конечно, студийная работа, потому что песен, наверное, накопилось очень много, очень много работы. Хочется все и сразу сделать, но, как говорится, руки одни, поэтому как-то так. Акуна-то студийная работа, конечно. У нас восемь их пока что. Восемь чего? Рук. Рук восемь. Наши четверо. Давайте, вопрос там не очень деликатный. Вот вы сказали, много песен, а много песен сколько? Больше десяти? Конечно, конечно. Песен очень много, в плане того, что вот разработки вообще очень много. Причем, мы еще, я забыл сказать о планах, очень ищем новых музыкантов, я имею в виду, в плане аксессионников. То есть нам очень не хватает... Кстати, это важный момент. Мы рассматриваем разных скрипачей. Никогда скрипачей. Да, то есть нам уже разные музыканты. Это там клавишник, паренит, скрипач. То есть мы рады любой сессии, потому что, в принципе, мы представляем, как можно украсить эти песни именно с помощью этих инструментов. А сколько альбомов у вас уже готовых? Пока готов один мини-альбом и пишка из трех песен. То есть он как готов? Он издан официально на всех цифровых площадках. С обложкой и так далее. Далее у нас готовится в планах еще четыре EP. Что такое EP? EP и мини-альбом. На три песни? Ну, там обычно три-семь песен, но не двенадцать какого. Ну, да, трех песен даже где-то, да. То есть там, в принципе, сейчас большие форматные альбомы, ну, поскольку я знаю, да, не особо пользуются спросом. То есть в основном слушают от одной из трех песен в группу, это максимум. Поэтому издавать большие какие-то работы, ну, сейчас реперты это делаю, а по крайней мере... И не только из-за этого мы пошли таким путем, а потому что у нас достаточно разножанровая музыка. Это и рок-н-ролл, это хард-рок, это лирика, это то, что мы называем народные. А лирика-то что? Ну, медленные лирические треки. И мы подумали, что объединять это все в одно целое будет, наверное, не так интересно, чем разделить на четыре маленькие EP. И пустить это такой идеей, как четыре элемента, или четыре стихии, и, соответственно, это оформить. И это интересный, в том числе, такой вот мерч потом можно сделать на этом основе. Потому что у нас логотип перерабатывается под огонь, воду, землю, и что там, четвертое, ветер. Ветер, да. Вопрос. Время моей молодости музыка делилась на две части. Концертная и танцевальная. У вас музыка какая? Танцевальная или концертная? Концертная. Ну, я так скажу. Мы, скажем, поворачиваемся в сторону еще и танцевальной музыки. Рук-н-ролл можно назвать танцевальной, правильно? Рок-н-ролл. Да. Вообще, как бы, хочу сказать, что любая музыка, она сам не танцевальная. Главное, знать, как танцевать под эту музыку. Да, даже по такой же спор, люди вполне себе могут там какие-то дела, движения совершать. Ну, сейчас, в принципе, мы стараемся делать такую музыку, то есть, ну, сейчас записан, чтобы люди могли действительно под нее подвигаться, по какую-то музыку просто постоять, подумать над своим поведением, по какой-то музыке тихо поколпатиться, по какую-то музыку просто потолкаться с слэппинг. То есть, у нас настолько разноплановая музыка, что от, ну, скажем так, от металла до ролики и от рак-н-ролла до такого-то дэнс-металла, скажем, поэтому можно и так, и так, и поплясать, и подумать, и покрутить башкой, все можно. Спасибо, Василий. Очень доступно объяснили, какую музыку вы играете, какую сочиняете, какую собираетесь записывать. Спасибо, Василий, спасибо, Нина. Но мы прослушали с двойным приближением интервью по мобильному телефону, и вживую от участников коллектива «Сиять» Ниной Шибаевой и Василия Трифонова. Большое спасибо, ребята, за развернутое интервью. Будем рады вас услышать на ближайшем первом туре фестиваля «Новая романтика». Спасибо, до встречи. Спасибо большое, Нина. Обязательно, прием. Спасибо. Сыграйте еще там. До свидания. Аплодисменты.